МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Лунга Евгения Ивановна, я преподаю математику. Сегодня мы продолжаем с вами курс лекции по модулю геометрические фигуры на плоскости. Сегодня нам предстоит с вами вспомнить, что такое подобные треугольники, рассмотреть признаки подобных треугольников, дополнительно рассмотреть признаки подобных, подобие прямоугольных треугольников и теоремы, которые оттуда вытекают, очень важные теоремы, и, конечно же, решим несколько задач. Тема сегодняшнего урока – подобие треугольников, признаки. Итак, треугольники называются подобными, если их углы, соответственно, конгруентны, и стороны одного треугольника, соответственно, пропорциональны сходственным сторонам другого треугольника. Чертеж. Итак, ребята, внимание. Во-первых, подобие треугольников, напоминаю вам, обозначается такой волнистой линией. Треугольник ABC подобен треугольнику A1, B1, C1. И по определению это означает следующее, что обязательно у них соответственные углы конгруентны. И напомню вам, что желательно конгруентные углы обозначать одинаковым количеством друг. Это удобно, это зрительно очень хорошо воспринимается. Итак, мы видим угол А конгруентен углу А1, B конгруентен B1, C конгруентен C1. И у нас соответствующие стороны сходственные, пропорциональные. То есть мы можем с вами записать такое отношение. А, B относится к A1, B1, так же, как B, C относится к B1, C1, так же, как C, A, C1, A1. И можем добавить, что это равняется К, где К это коэффициент подобия. Ребята, очень часто я говорю вам о таком примере, с чем можно сравнить подобие. Когда вы смотрите в телефон или, скажем так, в экран монитора, и вам что-либо плохо видно, вы что делаете? Вы жестами, скажем так, увеличиваете картинку, правильно? И при этом у вас пропорционально картинка полностью увеличивается. Пропорционально увеличивается абсолютно все. До каждой буквы, до каждой точки, до каждого изображения. И так же, когда вам нужно уменьшить картинку, у вас все пропорционально уменьшается. В принципе, это и есть такой аналог подобия. То есть, увеличение или уменьшение в какое-то количество раз. Кроме того, что, ребята, мы говорим с вами о подобии треугольников, о пропорциональности сторон, важно понимать, что периметры подобных треугольников тоже относятся как коэффициент подобия. То есть, периметр треугольника АВС относится к периметру треугольника А1В1С1 как К, коэффициент подобия. Площадь же подобных фигур относится как коэффициент подобия в квадрате. Площадь треугольника АВС относится к площади треугольника А1В1С1 как К в квадрате. Вспомним признаки подобия треугольников. Первый признак. Если два угла одного треугольника конгруентны двум углам другого треугольника, то треугольники подобны. Вот у нас есть два треугольника. Мы видим с вами конгруентные углы. Делаем вывод, что треугольники подобны. По признаку угол-угол. Аббревиатура, да? У-У. Мы используем ее при решении задачи. Далее. Второй признак. Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, а углы, образованные этими сторонами, конгруентны, то треугольники будут подобны. Рассмотрим чертеж. Два треугольника. Смотрите, у них угол А и А1. Углы А и А1 конгруентны. И стороны, которые образуют эти углы, пропорциональны. С, КС, Б, КБ. Тогда мы делаем вывод, что данные треугольники будут подобны. По признаку сторона-угол-сторона. Третий признак подобия. Если все стороны одного треугольника пропорциональны соответствующим сторонам другого треугольника, то треугольники подобны. Посмотрите на чертеж. Видно, что стороны пропорциональны. Сторона А переходит в сторону КА, сторона Б в сторону КБ, сторона С в сторону КС. И в этом случае мы тоже говорим, что треугольники подобны. По признаку ССС. Три стороны. Сейчас решают с вами, ребята, простые задачи по данным чертежа. По чертежам. То есть по чертежу вам нужно определить пары подобных треугольников. Итак, здесь мы видим. У нас есть два красных конгруентных угла. Зеленые углы конгруентные. А ну-ка, увидели подобные треугольники? Думаю, да. Ребята, еще важно здесь заметить следующее. Сейчас, конечно же, мы назовем эти подобные треугольники. Но важно понимать, что первый треугольник мы называем, как нам это удобно. Я имею в виду, называем что значит? Перечисляем его вершины. Мы перечислили вершины первого треугольника. Но когда мы пишем подобие и пишем второй треугольник, очень важно, ребята, ребята, очень-очень-очень важно соблюсти тот же порядок. То есть мы должны указать соответствующие вершины второго треугольника. Вершины, соответствующие первому треугольнику. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Вот мы указали с вами треугольник ABC. ABC. И записываем подобен треугольнику DCA. Вот расположение букв в втором треугольнике очень важно. Потому что каждый угол должен перейти в соответствующий. А именно треугольник ABC. Давайте рассмотрим треугольник ABC. А это пустой как бы угол, там нет дуги. А пустой, Б красный, С зеленый. Пустой, красный, зеленый углы. В этом треугольнике пустой. В таком же порядке идем. Пустой, красный, зеленый. Пустой, красный, зеленый. DCA. Что и записано. Треугольник ABC подобен треугольнику DCA. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Это важно. Следующий чертеж. Дан треугольник ABC. Здесь мы даже не озвучиваем, но по штрихам мы видим, что треугольник этот равнобедренный. То есть AB равно BCA. Известен угол при вершине 36 градусов. Нам необходимо определить пару подобных треугольников. Давайте попробуем определить угол при вершине С или при вершине А. Например, угол BAC. BAC, вот этот угол при вершине. При основании, простите. При основании треугольника. Равен 72 градуса. То есть 180 минус 36 поделить на 2. Мы знаем, что углы при основании конгруентны. Также и угол С будет тоже 72 градуса. Тогда что мы получаем, ребята, с вами? Что угол DAC. ДАС, ДАС. Раз AD у нас бисектриса, это видно по чертежу, кстати, да, AD бисектриса, то угол DAC будет в 2 раза меньше, то есть 36 градусов. Смотрите, смотрите, как интересно. Мы в большом треугольнике имеем 2 угла 36 и 72 градуса. И в маленьком треугольнике тоже 2 угла 36 и 72 градуса. Все. Звучит как приговор. Треугольники будут подобны. Треугольник ABC будет подобен треугольнику DAC. И еще одну задачу с вами рассмотрим, ребята. Вот данный треугольник ABC. Проведена некоторая сторона, там некоторый отрезок BD. И известны длины сторон. Выделен общий угол в каких-то двух треугольниках, да. Давайте попробуем проверить, выполняется ли пропорциональность сторон. Пропорциональность сторон. Например, посмотрим, будет ли равно отношение CD к CB такое же, как CB к CA. Подставим. Вместо CD подставим 9. Вместо CB подставим 12. Вместо CD подставим 7 плюс 9, 16. После сокращения 9, 12, 12, 16, мы видим, что мы получили верное тождество. Значит, стороны пропорциональны. А значит, треугольники подобны. Треугольники подобны. Итак, смотрите, мы с вами применяем сейчас для определения подобных треугольников разные признаки. В первых двух случаях мы использовали признак угол-угол по двум углам. Во втором случае мы с вами использовали признак сторона-угол-сторона. Пропорциональность двух сторон и конгруентность углов между этими сторонами. Идем дальше, ребят. Решим задачу. Дана трапеция ABCD. BC параллельно AD. Из вершины верхнего основания B опущен перпендикуляр BF на диагональ AC. Определите длину высоты трапеции CH, где H принадлежит AD, BC равно 5 см, BF равно 3 см, и периметр треугольника ACH 36 см. Чертеж! Вот она у нас трапеция ABC, вот перпендикуляр BF опущенный на диагональ. Вот, пожалуйста, CH высота трапеции, которую нам необходимо найти. И опять-таки я вам советую, напоминаю, советую, что все данные, которые есть задачи, формулировки, текстовой формулировки задачи, желательно наносить на чертеж. Чертеж становится более наглядным, и мы сразу видим, что нам дано, ну и что нам необходимо найти. Итак, что мы с вами получаем? Если мы вспомним свои свойства трапеции, у нас стороны трапеции параллельны, и в данном случае, рассматривая AC как секущую, мы с вами видим пару внутренних накрест лежащих углов. Вот они выделены. BCF и CAH, и мы знаем, по свойству параллельных прямых, эти углы будут конгруентны. Повторяю, как внутренний накрест лежащий. Что мы получаем? У нас есть пара конгруентных углов, у нас есть пара прямых углов, а значит треугольники, ребята, по признаку угол-угол, треугольники будут подобны. Треугольники какие? В большом треугольнике пустой угол, красный и прямой. ЦАН. BCF подобен треугольнику ЦАН по признаку угол-угол. Далее. Из треугольника BCF, ребята, по тереме Пифагора, конечно же, мы можем найти сторону CF. Она равна 4 см. Сторна CF равна 4 см. И давайте вспомним. Подобные треугольники, у них и периметры относятся, да, отношение периметров равно коэффициенту пропорциональности. А нам-то по условию задачи дан периметр треугольника АЦН. Значит, зная все стороны в треугольнике BCF, мы можем найти периметр и этого треугольника. А зная периметры подобных треугольников, можем найти коэффициент подобия. Итак, находим периметр треугольника CBF. Он равен 12 см. И, используя, вернее, так как мы с вами знаем периметр треугольника АЦН, находим коэффициент подобия. 1 третья. Ну, а если мы знаем коэффициент подобия, ребята, знаем сторону BF, например, то, конечно, исходя из пропорции, да, пропорциональности сторон, мы с вами уже легко можем определить высоту трапеции CH. Коэффициент подобия это будет BF к CH. И, находя CH отсюда, получаем, что высота равна 9 см. Ну что, ребята, пришло время вспомнить подобие, а точнее, неподобие, а что оно влечет за собой, да, в прямоугольном треугольнике. Да, когда там еще проведена высота. Наверное, уже многие вспомнили, да, с вами теорему о высоте и теорему о катете. Итак, давайте рассмотрим. Есть прямоугольный треугольник. Прямоугольный треугольник. Из вершины прямого угла опущена высота BH. Ребята, я уже сразу здесь отметила все конгруентные углы. Они показаны и цветом, и количеством дуг. И понятно, что здесь будет три подобных треугольника. Три подобных треугольника. Треугольник ABC, большой треугольник ABC, будет подобен треугольнику AHB и будет подобен треугольнику BHC. То есть большой треугольник будет подобен двум маленьким треугольникам, на которые он делится высотой. Повторяю, важно, речь идет о прямоугольном треугольнике и высоте, опущенной из вершины прямого угла. Давайте с вами вспомним еще вот что, о проекциях. Ребята, AH мы называем проекцией катета АВ на гипотенузу АС. AH проекция катета АВ на гипотенузу АС. Так же, как и CH. CH является проекцией катета ВС на гипотенузу АС. Ну и соответствующее обозначение. Посмотрите, да? Пр проекция. Проекция чего? Катета АВ на что? На гипотенузу АС. Проекция катета ВС на гипотенузу АС. И вот сейчас как раз мы вспомним с вами теорему о высоте и теорему о катете. Теорема о высоте. Квадрат высоты, проведенной гипотенузе, равен произведению проекции катета. То есть BH квадрат равняется AH умножить на HС. Теорема о катете. Катет в квадрате, да? Квадрат катета равен произведению его проекции на гипотенузу на всю гипотенузу. Еще раз, квадрат катета равен произведению его проекции на гипотенузу на всю гипотенузу. А именно, AB квадрат равняется AH умножить на АС. И BC квадрат равняется CH умножить на АС. Решим задачу. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 5 см. Высота, проведенная к этой гипотенузе, 2 см. Определите длины катетов и отрезков, на которые гипотенуза делится высотой. Чертеж. Гипотенуза 5. Высота 2. Давайте, ребята, введем обозначение. Пусть BD будет Х, тогда DC будет 5 минус Х. BD Х, DC 5 минус Х. Ну тогда мы с вами можем записать теорему о высоте. Применить ее. AD квадрат равно BD умножить на DC. То есть 2 в квадрате равно Х умножить на 5 минус Х. Раскрываем скобки и решаем алгебраическое уравнение второй степени. Получаем корни Х равно 1, Х равно 4. Причем, ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Если BD равняется 1, то DC равняется 4. Если BD равняется 4, то DC равняется 1. Они как бы играют друг с другом, взаимозаменяемые. Давайте для определенности, чисто исходя из визуального, скажем так, из того, что мы видим, мы обозначим BD, так как она большая сторона. Пусть BD это будет 4 см, а DC будет 1 см. И нам с вами, значит, отрезки мы нашли, на которые делится гипотенуза. Нам с вами осталось найти катеты. И катеты мы здесь можем найти по теореме о катете. А именно, AB квадрат равняется BD умножить на BC. Подставляем, вычисляем, получаем 2 корня из 5. И также второй катет AC квадрат равняется CD умножить на BC. Подставляем, вычисляем, получаем корень из 5. Таким образом, мы нашли все отрезки, которые необходимо было найти. Ребята, сегодня мы с вами поговорили о понятии подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, применили их при решении задач, вспомнили важную теорему о высоте и не менее важную теорему о катете. И также применили эти теоремы при решении задачи. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Я вам желаю успехов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok